Всем привет! Продолжаем тему по велосипеду, как что сделать. Так, с колесами разобрались варианты, разобрались по раме. А теперь вот вопрос, наверное, такой. А как сделать звездочку, да? Вроде простейшая деталь, а черт его знает. Ну, давайте вот вариант рассмотрим, как вот его приблизительно можно сделать. Открываем опять же цилиндр. Всё это дело вытягиваем. Жмём Edit. Так, Make Polymesh. Заходим в Geometry, делаем Size. Вот это всё дело делаем тоньше. Толстой звёздочки нам не надо. Смотрим Fluor. Вот так вот всё это дело устанавливаем. Заходим, делаем Dynamesh. Смотрим сетку. Добавляем Divide, чтобы более качественная звёздочка была. Отключаем поле F. Можно отключить Fluor. Заходим в Transform. И активация симметрии по Y, радиалы, радиалов ставим побольше. Где-то вот так вот. Вот уже появились у нас квадратики, ориентиры. Ну и из чего будем делать? Это будем делать Insert Cylinder. Вот так вот выставляем. Выравниваем. Чуть-чуть можно дальше увести. И жмём Alt. И вот так всё это дело вытягиваем. Снимаем два раза выделение. Вот такая звёздочка получилась. Теперь как работать с серединой. Вот эти вот звёзды можно больше выбирать и глубже делать, и чуть-чуть уменьшить радиалов, допустим. Вот если поставить, ну, 30. Всё это дело вернём. И попробуем вот с 30 радиалами вот так где-то сделать. Вот уже хвосты побольше. Уже более-менее так звезда на звезду стала похожа. Так, теперь отключим симметрию и попробуем центр сделать. А где-то вот тут главное попасть его. Вот так вот. И снимаем два раза Ctrl выделение. Так, теперь заходим в Transform. Жмём активация симметрии или X нажимаем. Ну и ставим, допустим, давайте 3 поставим. Вот так вот. И теперь, получается, вытягиваем вот так побольше их. Вот так. Жмём теперь Move. Можно, конечно, круглыми оставить. Но можно вот с помощью Move вот так всё это дело вытянуть. Ну, давайте посмотрим, что получится. Ctrl снимаем два раза выделение. Вот такая вот получилась незатейливая звёздочка. Здесь можно нарисовать маской что-то или добавить какую-то уже отдельно сделать деталь для вычитания. И вот здесь её уже добавить. Приблизительно это будет выглядеть, ну, где-то вот так вот. Вот таким образом. Так, что ещё можно сделать? Ну, теперь под гайки сделаем вот так вот. Смотрим, как они сюда зашли и делаем с помощью Move. Вот так вглубь их садим. Ну и теперь опять же два раза Ctrl на свободном месте. Вот такая штука. Ну, вот такая вся звёздочка получается. Классная. Рисунок любой можете тут делать. И, кстати, можно делать звёздочки, используя альфы. Альфу можно скачать в интернете. Вот эту. Это не проблема. Вот так она выглядит. Вы видите, тоже вариант прикольный. Тут вытянуто 4, 4. Всё нормально, всё классно. Так, ну что ещё можно с этим сделать? Давайте добавим теперь план 3D. Сделаем ему Make Polymesh. Добавим ему Divide. Выровняем. И вот теперь можно альфы рисовать даже. Если мы берём вот альфу. Импорт. Так, текстуру пока отключим. Здесь поставим кисть стандарт. Зайдём, включим альфу и включим Drag Rect. Ну и, в принципе, вот что-то в этом духе получается вот такая вот альфа. Только она изогнутая. Жмём Ctrl Z. А вот она уже выпуклая. Пусть от засад или зад тут стоит. Вот теперь можно её просто отсюда вытащить. И вот будет уже готовая звёздочка. Другой вариант. Другой вариант это взять, включить текстуру. И вот так вот рисуем. Заходим в Masking. Жмём Mask Be Color. Mask Be Intensive. Собтулы. Отключаем кисть. Жмём Ctrl I. И заходим в деформацию. В деформацию. И жмём Inflat. Вот такая звёздочка получается. Снимаете маску. И опять же с ней можно работать. Так, всё. Всем пока. До свидания. Надеюсь, вам эти варианты как-то пригодятся. Ссылки вот на все вот эти работы с альфами и так далее. Делать как барельеф панно. Там как раз это, об этом рассказывается. Как вот эту систему всё сделать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...